Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различие. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину в этом знамение для людей, верующих. В арабском мире плоды граната называют руман. Русское название плода произошло от латинского слова granatus – зернистый, то есть плод с множеством красных зерен. Карл Линней, шведский естествоиспытатель, основоположник современной биологической систематике, давший название более 1500 видов растений и животных, присвоил растению научное имя пуника гранатум, то есть гранат пунический, по месту его основного произрастания, где в давние времена жили пунийцы. Так римляне называли жителей Карфагена – раповодельческого города-государства в Северной Африке. Гранат называют королем фруктов из-за его целебных свойств. В гранате содержится 15 аминокислот, 6 из которых являются незаменимыми и кроме граната содержится только в мясе. То есть частично гранат даже мясо заменяет, что особенно актуально для вегетарианцев, которые некоторые аминокислоты, некоторые микроэлементы не получают, потому что мясо не употребляют. Вот гранатом это можно заменять. Вот такие свойства у граната. Кроме того, в гранате есть самые важные витамины, основные витамины для человека. Это витамин С, витамин В, В, В6 и В12. Гранат пунический или обыкновенный. Представляет собой кустарник или небольшое дерево высотой до 5 метров. Живет дерево до 80 и более лет. Плодоносит с 3-4 лет. Существует около 140 сортов граната, произрастающих на огромной территории от Красного моря до Каспийского. Они делятся на кислые, с меньшим количеством сахаров, и сладкие. Родиной гранаты являются горные районы Ирана, или, по другой версии, Аравийский полуостров. Разводится с древности как плодовая и декоративная культура в Иране, Афганистане, Индии, во всех странах Средиземноморья и Магриба. Во времена правления в Кордовском халифате Абдар-Рахмана и его сына Хакама деревья граната в больших количествах были высажены в Испании, где он настолько прижился, что стал эмблемой королевства гранаты и изображен внизу центральной части государственного герба Испании. Как часто это происходило в Древнем мире, одно гранатовое дерево давало массу полезных веществ. Плодами ее питались. Из кожуры граната делали краску и окрашивали с ним разнообразные цвета ткани. Из хорошо поддающейся обработке древесины делали разнообразные подделки и украшали ими быд. Из коры делали лекарство, которое помогает избавиться от глистов, а также лечили кожные заболевания. Али Ибн Абуд Алиб Радаллаху Анху говорил «Ешьте гранаты, они укрепляют желудок». В подтверждении этому Ибн Си написал, что гранатам всех видов, даже кислым, присущи противовоспалительные, противолихорадочные, мочегонные и вяжущие свойства. Кисловатый гранат полезен от лихорадки. Все части граната помогают при сердечной аритмии, а сладкий гранат очищает внутренности. Гранатовые зерна с медом употребляли как мазь при язвах в прямой кишке, от зубной боли и боли в ухе, при насморке и поражениях ногтя. Из цветков дикого граната готовились средства, обладающие ранозаживляющим действием. Гранатовый сироп или густо сваренный сок граната из гуманных соображений давали грешникам, страдающим от похмелья. Порошок гранатовой корки применяли внутрь от поноса для укрепления желудка и в качестве глистогонного средства. У граната почти все дерево является лечением. Корни, кора граната, сами зерна, косточки, кожура граната, околоплодники, цветы, листья. Все для чего-то используется. Но там более конкретно рецепты по болезням лучше, чтобы врач подбирал. Не экспериментировать, так как есть противопоказания. Могут быть там головокружение, тошнота, судороги, все такое. Поэтому я конкретно рецептов говорить других не буду. Лучше каждому индивидуальное назначение, чтобы было. Плоды граната содержат белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, клюкозу и фруктозу, пектиновые вещества, лимонную, винную, яблочную, янтарную, щавелевые кислоты, флавоноиды, катехины, антоцианы. Вяжущий вкус гранатового сока определяется наличием дубильных веществ, содержание которых, в зависимости от сорта и места выращивания, меняется. В его кожуре дубильных веществ примерно в 10 раз больше, чем в соке. В наше время лекарственные средства, получаемые из плодов и цветков граната, обладают общеукрупляющими, стимулирующими защитные силы организма, а также антимикробным, противовоспалительным, жаропонижающим, крово-восстанавливающим и болеутоляющим действиям. Наибольшую диетическую ценность представляет гранатовый сок, которого в различных сортах бывает от 40 до 60% от массы плода. В соке содержится от 8 до 20% сахара, до 9% лимонной и яблочной кислоты, витамины, микроэлементы и разнообразные биологически активные вещества, оказывающие полезное воздействие на весь организм человека. Гранатовый сок оказывает общее укрепляющее действие, нормализует процессы обмена белков, жиров и углеводов, улучшает состав крови, полезен при простудных и желудочно-кишечных заболеваниях. Помимо этого, гранатовый сок снижает кровяное давление, оказывает спазмолитическое действие. Сок особенно самое лучшее средство для повышения гемоглобина, у кого с этим проблема. Потом, при истощении организма, помогает быстро восстанавливаться. Все болезни зрения помогают при всех болезнях. Конъюнктиве, катаракта. Кто гранат употребляет, систематически пищу употребляет, у него профилактика ракового заболевания простаты и всех мужских болезней. А у женщин получается профилактика заболевания, профилактика рака в груди, что часто у женщин встречается. Так что, систематически просто даже в пищу употреблять гранат. Больным, страдающим гастритом, энтероколитом, а также при обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гранатовый сок перед употреблением следует наполовину разбавлять кипяченой водой. Настой в сушеной корке плодов граната оказывает сильное антимикробное, противовоспалительное и вяжущее действие и является одним из наиболее эффективных природных средств для лечения диареи самого разнообразного происхождения. В противоположность этому сок граната с водой, сахаром или медом легкое слабительное. Водный настой, отвар кожуры граната, можно применять как антисептическое средство для полоскания полости рта и горла. Изображение плодов граната часто встречается в исламском орнаменте, как напоминание верующим о разных хзадах обещано Всевышним. Таким орнаментом украшают обычно драгоценные исламские рукописи. Изображают на мозаиках, которыми облицованы стены мечетей. Нередкое изображение плодов граната также можем увидеть на молитвенных ковриках. В Закавказье, Туркмении и Грузии с давних пор гранат выращивается как ценная пищевая культура. В Средней Азии, на Кавказе и Крыму выведено множество его сортов. Люди, живущие в этих регионах, используют его как лекарственное средство. Сок употребляют при заболеваниях горла. Отвар цветков пьют при расстройствах желудка. Также из цветков делают припарки на опухоли. Истолченные сухие цветки граната и его корни применяют как присыпку при заболеваниях ротовой полости. Есть научные исследования насчет граната. Вот кожура граната. Очень интересная вещь. И разные лекарства из нее делаются. В том числе для туберкулеза. Лекарства делаются именно из кожуры граната. Противотифозные лекарства делаются. Потом против кишечных болезней, дисбактериоза и все такое. Даже запущенные стадии дисбактериоза лечатся такими веществами. Ну, можно их и самостоятельно делать. Но, опять же, не стоит. У граната, в соке граната, содержатся разные кислоты. Разные кислоты. Поэтому, когда, особенно даже если сок человек употребляет, ну, мы все употребляем сок, лучше после этого сразу прополоскать водой. Потому что там есть такие кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Плоды граната в свежем виде или полученный из них сок, экстракт, сироп – это освежающий и дающий массу положительных эмоций продукт. Его сок, наряду с зернами, применяют в национальных блюдах. Путем упаривания сока готовят соус Наршараб – одну из лучших приправ к многочисленным кавказским блюдам. Дикорастущий гранат встречается в местах давно заброшенных поселений, где нет людей и его некому возделывать. Плоды его жесткие и невкусные, поэтому не получили практического применения. Плоды граната – это в действительности очень ценный продукт. Но его употребление как в свежем виде, так и в составе различных лекарственных средств следует соблюдать предосторожность. Так как передозировка может вызвать головокружение, слабость, судороги, хотя через 1-2 дня эти явления обычно проходят, но не следует успокаиваться. И при первых же симптомах обязательно нужно обратиться к врачу. Вкусные сами по себе сочные рубиновые зерна граната придают восхитительный кисло-сладкий оттенок горячим блюдам и служат великолепным украшением салатов, закусок и десертов. В странах Центральной Азии гранатовыми зернами принято украшать плов. Плоды граната непременно присутствуют на столе настоящего ценителя красивой и вкусной еды. Их обязательно предложат гостю. Из сока готовят соусы и прохладительные напитки. Наибольшей популярностью у мусульман всего мира пользуется уваренный сок граната. Эту густую, почти черную с красноватым отливом кисло-сладкую жидкость используют как приправу к мясным и рыбным блюдам. Она освежает хорошо, повышает аппетит. Желудочный трак нормализует свою работу от применения. Но, опять же, как я говорю, при истощении, после долгой болезни быстро восстановится, помогает гранат. Антисептические свойства граната очень хороши. Вот сейчас, особенно, когда обострение гриппа и все такое. Ангина, простуды. Вот такие вещи при ангине, при разных заболеваниях полости, рта, стоматиты, зубные болезни, рез, десны. Полоскать можно соком граната. В западных странах большое распространение получил особым образом приготовленный сок граната, носящий название «гренадин», который также служит приправой к многочисленным рыбным и мясным блюдам. Старинный восточный прохладительный напиток «шербет» подавали любому человеку, приглашенному в дом. Его предлагали до начала трапезы, либо после ее окончания, но никогда во время еды. «Шербет» готовили из сока граната или цитрусовых, который смешивали со сладким сиропом, приготовленным в розовой воде, и всегда подавали охлажденным. В современной кулинарии часто называют «шербетом» особые виды прохладительных десертов, состоящих из фруктовых соков, сахарного сиропа, с добавлением пряностей и мороженого. Это все, что мы вам хотели рассказать вам об этом райском фрукте. И будем рады, если кто-либо, знающий больше, поделится своей информацией. Передача наша закончена. Вас-саламу алейкум, рахматуллахи таалах, ва баракату.